Семена, что мы уже не те, которые начинали со Славянска год назад, а уже все изменилось. То есть мы из ополчения превратились все-таки в регулярную армию. Сергей Николаевич, вы служили в первой славянской бригаде, в которой сейчас прошло мероприятие. Расскажите, пожалуйста, что вы служите об этом? Получилось так, когда мы 12 апреля прибыли в Славянск, когда там все оченьилось. Мы не штурмовали, ага, мы приехали уже вечером там, и СБУ тоже нет уже, то есть Стрелков уже был на месте. Мы прибыли 12 апреля, сначала был там, командиром взвода меня поставили, потому что я раньше служил в армии, был офицером, российской армии. Потом уволился, но когда война началась, я не раздумывал, приехал сюда как-то, я сразу для себя определил приоритеты. Я понимаю, что фашизму нет в любых его проявлениях, поэтому вопроса приехать даже не стояло. Ну, тем более, я думаю, что мои знания, мой опыт в любом случае пригодился. После этого меня назначили командиром батальона на Семеновке. Ну, я думаю, про Семеновку слышали все, что хуже, чем на Семеновке не было. Вот недавно я разговаривал с Семеном Пеговым, вот, он говорит, и Женей Подубным. Они сказали так, говорит, где мы только не были, ну, как было там, жарко, так не было нигде. С этого, после того, как попал на Семеновку, вот, после этого образовался Семеновский батальон. Вот, а потом постепенно, когда мы прибыли сюда уже, вот, по приказу стрелкового мы же вышли из Славянска и приехали в Донецк. Потом вот меня кинули на... перекинули меня вместе с моим батальоном Снежное и Торес. То есть меня освобождали и Саур-Могилу, вот, и Снежное, и Торес, и Дмитровку, и Дибровку, и Кожевню. Там очень много перечисляют. Саур-Могилу аж два раза так получилось, что... Но Саур-Могилу мы не могли сдать, потому что это еще пошло со времен Великой Отечественной войны, это флаг. Тем более, это наше было, деды тоже самое. Мы воевали именно за эту высоту, поэтому мы, ну, я не знаю, мне кажется, не посрамили память дедов. Поэтому мы, конечно, да, сейчас вот был еще когда-нибудь, вчера, позавчера был на Саур-Могиле. Естественно, ну, не такая, какая она была, хотелось бы посмотреть на нее до того, как... Ну, я же видел, когда это все начиналось, что Стелла стояла, ну, в результате сильнейших боев, конечно, да. Но ничего, я думаю, отстроим новое, и будет еще лучше, чем прежде. В принципе, ну, так вот и пошло, то есть, говоришь, Семеновки, Семеновский батальон, а потом перерос в бригаду. Был командиром бригады, ну, потом вот министр обороны сказал, что нужен ему заместитель, пришлось перейти туда, вот, первым заместителем. Скажите, ну, не раскрывая военной тайны, как сейчас проходит строительство вооруженных сил Донецкой Народной Республики? Как протекает этот процесс? Процесс, ну, ну, знаете, честно скажу, за год, конечно, тяжело построить армию. Мы же все прекрасно понимаем, что это дело ни одного дня, ни одного года, и даже, даже говорят, что в мирное время для того, чтобы более-менее создать нормальную боеспособную армию, нужно хотя бы полгода. У нас, к сожалению, этих полгода не было, потому что все это делалось, постоянно было связано с соединением боевых действий. Они, да, там, может, не такие полномасштабные были очаговые, но все равно это не давало. То есть, очень трудно было подготовить людей. Но сейчас вот люди поняли, что учиться надо, что это очень важно. И вот видно, у людей горят глаза, понимаете, горят глаза. То есть, особенно вот на учениях, особенно когда сейчас начало все получаться, потому что если раньше мы в основном только оборонялись, потому что, ну, я говорю, в обороне нам смелости было не занимать. Но в наступлении, честно, не очень. Были, грубо говоря, профанами даже, так можно сказать. То есть, сейчас абсолютно другой уровень. Сейчас это те люди, которые уже понимают, что такое армия. Ну, вот у нас появилась связь, взаимодействие, то есть, как бы управление, наконец-таки. То есть, уже спокойно можно идти в наступление. То есть, мы готовы, мы считаем. Друзья, а как обстоят дела сегодня с оснащением армии, вооруженных сил? Нормально. Нормально. Да, сейчас довольно-таки неплохо. То есть, когда мы начинали, мы ходили, были одни автоматы. Автоматы, в лучшем случае, СКС, а в основном у многих были палки и бутылки с горючей смесью, с зажигательной смесью. Больше ничего не было вообще. То есть, я даже вспоминаю, когда Семенову, честно признаюсь, было страшно. Потому что, вот, было у меня там 350 человек. Из тяжелого практически не было ничего. Два пулемета, три противотанковых ружья, несколько гранатометов, два Птура. А когда, извините, в атаку идет два танка, 15 БМП, БТРов, 450-500 человек. И тогда еще было, мы в тот день сбили три самолета, три вертолета. Этот бой был 3 июня. Я как сейчас помню, бой шел в 8 часов. Они на нас пошли где-то в 5 утра. Ну, честно скажу, грустно было. А когда сейчас, я теперь знаю, что такое артиллерия. Понимаете, когда вот она у нас есть теперь. Вот это, это бог войны, действительно. Это такая возможность просто сохранить человеческие жизни, что я не знаю даже. Чего больше можно пожелать, на самом деле. Поэтому... Скажите, а потенциал боевой есть у армии вооруженных сил ДНР на сегодняшний день, чтобы освободить оккупированные вооруженными силами Украины территории Донецкой и Луганской области? Есть, абсолютно. То есть у нас сейчас полностью укомплектованные бригады. Бригады полностью боеспособны. То есть есть вооружение, есть боеприпасы, есть техника. То есть в принципе готовы дать отпор. И даже не только отпор. А идти вперед. Только по команде, естественно. Если раньше мы делали так, как нам хотелось, то сейчас нет. Сейчас все как положено. По вашему мнению, минские договоренности приведут все-таки к какой-то договоренности с Украиной? Или придется их поручить опять? Не знаю. Ну понимаете, минские договоренности, да, но вы уже видите, что они их не соблюдают. Не соблюдают. К сожалению, не соблюдают. Понимаете, когда вот стоит вот рядом АБСЕ, я стоял и все остальное. Вот по нам реально прилетела там 120-я мина. И когда АБСЕ кивает голову, что нет, говорит, по нам ничего не прилетало. Я говорю, ну как это? Я уже понимаю, если там где-то кто-то позвонил, сказал, да, вопросов нет. Но тут уже когда вот явно, и они говорят, что нет, ну я считаю, это неправильно. То есть, я не знаю, ну мне так кажется, что они не на нашей стороне, к сожалению. Хотя они как наблюдатели должны фиксировать нарушения и с одной, и с другой стороны. Но, к сожалению, они фиксируют только с одной стороны, с их, но никак не с нашей, понимаете. Причем я говорю, сколько они сами раз попадали под обстрелы, все равно уверенно говорят, что нет. То есть, надеяться на их поддержку не стоит? Нет, нет, это только вот если нашей политики решат. Вы сами понимаете, что вооруженный уже, ну как бы я не знаю, вооруженный конфликт, он уже тогда, после того, как политики уже не могли там у себя порешаться. И тогда уже как бы нам приходится вступать в бой. Ну, будем надеяться, потому что, я говорю, если у нас и так жертвы, как бы, ну, по сравнению с ними, конечно, довольно-таки скромные, но все равно они есть. Каждый человек для нас, вот понимать, вот такие вот, как вот Закарчук тоже, да, это память. И не хотелось, понимаете, хотелось бы, что он сейчас здесь с нами стоял, а не то, что вот мы сейчас камень установили. Да, это благое дело, я согласен, что это нужно, память и все остальное. Но, к сожалению, жалко, что так вот происходит. И как вы оцениваете заявление в ВСЕ по поводу парада, что это нарушение местных соглашений? Ну, а как парад? Если вы заметили, то вся техника, которая шла, допустим, те же пушки, они были без затыльников. То есть, как бы, это просто был, ну, грубо говоря, как кусок железа. То есть, мы, в принципе, сдержали, мы о параде, мы их уведомили где-то за месяц или за два. То есть, было отправлено письмо, подписано министром обороны, мы отправляли, мы предупреждали, потому что для них это не праздник, для нас это самый святой праздник. Поэтому, как бы, я считаю, что мы ничем не нарушили, грубо говоря, ехало просто кусок железа на колесах или на гусеницах, вот и все. В том плане, что там ничего боевого не было, вот и все. То есть, как бы, все боевые, основные боевые части были оттуда убраны. То есть, то же самое, игра-то касается и вся. Игра-то, да, конечно, там просто сделали, как бы, звезды нарисовали, вы же видели, там же и ракеты не торчали, ничего. Пушки ехали, я говорю, затыльники на них поснимали, их не было просто-напросто. То есть, соответственно, снаряд загоняешь, а стрельничать не стрелян. Вам огромное спасибо за организацию проведения парада. Это был настоящий праздник для людей и действительно за многие месяцы люди вышли и от всей души праздновали и радовались. Не ожидал, конечно, что так будет, конечно, осень. Радовались. Продолжение следует.